Недавнее телеинспекционное исследование, проведенное водоканалом в лесопарке, показало разрушение верхних сводов железобетонных труб. Этот процесс связан с образованием газовой коррозии, из-за которой часто происходит обрушение. Поэтому еще в апреле здесь начались работы. В районе лесопарка проводятся работы по замене аварийного участка канализованного коллектора диаметром 1600 мм из железобетонных труб. Этот участок перекладывается заново с использованием новых труб на полимерной основе, которые в свою очередь уже более долговечны, срок службы которых не менее 50 лет. На сегодняшний день сами трубы уже проложены. Сейчас монтируется последняя камера, в которой будет выполнено переключение старого коллектора на новый. По окончанию работы этот участок приведут в порядок. По данному коллектору у нас транспортируются стоки с Московского и Советского районов в объеме около 30 тысяч метров кубических в сутки. Данные работы, если вы можете посмотреть, они проводятся от проезда речников до центрального входа в лесопарк. На протяжении участка монтируются железобетонные камеры. Они предназначены для обслуживания и переключения существующего коллектора. Все камеры обрабатываются специальной химической защитой. Планируется, что работы в лесопарке будут завершены в июне. На сегодняшний день проводятся работы по замене аварийных участков коллекторов напорных в районе Агропрома. Планируется замена самотечных коллекторов от улицы Мервинской до 3-й КНС в районе торгового дома Барс на Московском шоссе. Планируется замена участков по проезду Шабулина. Ну и ряд других, которые будут выявляться в ходе телеринспекционного обследования и определения приоритетности проведения работы. Кроме этого, в планах водоканала строительство западного коллектора, который пройдет через Конещево, Семчино и Недостоево. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».